У нас, например, сейчас солом лежит, мы на базаре мясо не покупаем. На базаре не берете помидоры? На базаре не берете помидоры? Мясо? Мясо. Сейчас вот солом заказал. В выходные мне одного корову привезут. Потом ближе к Новому году пол конины. Пол конины? А у вас сколько человек в семье? Сколько человек в семье? Мало. Вы столько мяса едите? Да. Вы у коня можете съесть? Да. Ваш кого я не знаете, как это, камизаки говорят, да что русский, ты а казах попер. Они на тебя не смотрят, они же коня едят, короче. А что ты между конем-то, видишь, вот этот прикол? Вся Россия, которая вот ты. Да, ты не слышала, да, я посмотрела. Камизаки у вас же всегда вот такие приколы еще. Ну да, много мяса едите. Мы столько мяса едите. Ну да, мяса едите много. У меня тетя Галя едет, у нее сестра в Москве живет. Она ездит всегда же, мать там. На нее говорят, и ты че, как казахская стала. Зачем целый казан, целую сковороду мяса жаришь? Так нельзя же, говорит, извини, дорогая. Это вы русские, говорит, не едите. Хоть она русская, говорит. Вы сами едите, там по два куска мяса съели, типа. Ну если полкилограмма за день пресец не съедим, это мы... Не поели, да? Не поели. Все, серьезно? В среднем полкилограмма мяса можете съесть в день? Да. Весь варишь минимум два-три килограмма уходит. Это больше 600 метров поверните направо. Это, знаешь, должен какой-то быть фермент, который будет это мясо переваривать. Ну, фермент, тканина она самая легкая. Потом на втором месте идет баранина, говядина. Вот у вас, например, свинина, она очень не переваривается. Ему свинину переварить, это же даже медицина, все доказали. Можно, да? Очень долго. Две сутки он переваривается. Да она гниет уже, пока переварится. Да. Поэтому... Свинину почему не ели, не едят? Даже говядину во время крепостного права начали здесь. Пачку, даже у нас деды... Все наши прапрадеды придумали, это все сейчас по факту можно доказать. А коней, получается, специально выращивают на мясо, да? Да, я же мясникой. Откармливают. Откармливают. К солому. Сейчас вот с конца лета начинают откармливать его. Полит жал. Чтобы он жир был. Нормальный был. Наш же, мы кочевой народ, как вся Россия, не подтверждает об этом. И они о другом говорят, провокаторы ваши. Вот, что-то. Вот коронавирус, я не буду врать, не знаю, как у вас. У нас все... Курдюк, баранина, вот, все. Самые от этого коронавируса. Помогало, да? Все побокал, я не буду врать. У меня вот сосед Бабнин, они есть. Они никогда баранину не ели. Мы только свинин. Мы только свинин. Коронавирус, сейчас вам в базар зайти, курдюк такой дорогой. Даже базарские балдевитка. Любой русский, пришел местный, вернее. Ваших не знаю еще местный. Гордай курдюк, тебе курдюк. И цены подресли. Ну, правильно, там жир же вот этот. Он не жир даже, а как-то. Оказывается, в этом баранине, баранине, 5-6 витаминов есть для здоровья. У нас, ну так, даже по истории, по факту, который сейчас, нынешняя медицина, все не могут, особенно доказать. А на самом деле, наши прапрапрадеды, чума. Вот, вся Европа чумой болела, а здесь же не болела. У нас выходил. У нас летом предпочитается весна. Все, сильненка начинать. Все лето баранину кушали. Прадеды. И сейчас, у кого есть возможности, так же воздерживаются. Уже к зиме конина. Конина, он в любом виде, он не портится, конина. Вот отвори для себя, немножко купите, там отворите, поставьте. Под солнцем, он не портится мясо никогда. О, и он полезно. Зимой, например, холодно, конину поел, бишь. Ты неделю горячие хочешь, как скакон. У тебя весь организм, циркуляция крови, все идет. У кого давление высокое, им, например, конина запрещается. А почему это? Это, чтобы зимой, чтобы он не замерз и прочего. Для этого еще. Прадеды это все придумали. А баранину они ели для того, чтобы под жарой ходят в степи. Жара 40-50 градусов. Жир баранин, он, оказывается, жару не пропускает. Машин перестроен. Вот солнечный удар, как говорим, желудок перебывается. Правильно, когда под солнцем, что-то не поешь вот это все. А он как бы смазывающий элемент для организма. Интересно. Поэтому я до сих пор всегда спорю. Хоть русские, они иногда меня думают, да что ты так начинаешь? Я говорю, извини, я дешевый, не скажу, я просто объясняю. Которые наши прадеды, которые воздерживаются. То есть поколение, поколение мудрости народа. Да, я просто остался. Ну потому что они вот эти, как мне кажется, здания, не был же эфир настолько загрязненный. И они получали информацию извне. И вот поэтому они такие мудрые были. Какие? Куда мудрые из них? Ну как или нет? Ну я вам вот одно могу слово. Вы может вот верите, вот все говорят, да? Даже Иерусалим, вот если я как по Библии, да? Ну у нас как у вас Иисус Христос, у нас православный, да? Да, православный. Так, вы нам мусульмане. Если честно сказать, это я Библию все же переписали же. Да, все переписали, да. Например, сейчас только начали осознавать те же попы ваши, батюшки, они все же начали. Иисус же, как он молился? Он намаз читал. Ну, я не знаю, мы с Иисусом рядом не сидели. Нет, вообще говорят так, гард. Вот так, гард. И все удивляются, почему крест Иисус, Иисус сам живой был, почему к себе не приносит? Самому к себе не преклонялся. Это уже люди сделали, а что вот это так-то. Это в будущем, если по религии считают. Это все же переписано же. Даже история СССР очень переписана, который мы, например, всегда думали, элементарно. Про Москву, да? Москва, спаленная пожаром. Надеюсь, не молодые проходили в школе, и до сих пор у вас преподают, да? Французов года она не была, да? Кутузов защищал. А на самом деле Кутузов же убежал. Это уже французы доказали. Кутузов убежал в лес. Почему он Москву отдал? Он не мог справиться, и тогда царь отправил казахам. Это сейчас, это уже французские, европейские. Летописи подняли и сказали. Они пригласили казахов, их казахи догнали до Франции, до Белерондо или какой-то город перед Парижем. Оттуда гнали. И сам Наполеон остановил войну. Вышел, говорит, мы больше туда не пойдем. И наградил одних казахов. Ну, так прекрасно. А при СЦРе всю историю были описаны. При Екатерине переписали. Ну, это любую историю, посмотри, мне кажется, в любую страну приедет, там все переписано. В Германию, что, поедете историю почитать? Там тоже все переписано. Нет, в Германии шли. Я вот последний город, с Россией очень много, я это говорю. Семенами сказали, нам, говорят, все говорили, что Азия-то на верблюдах ездит, но у вас, говорят, здесь как в Дубае, оказывается. Я вот удивился москвичам, когда едет какой-то Роллс-Ройс, там, Бентли, последние модели, да, вот ребята сидят, им лет, ладно, если сказать им по 18, они какой-то с глубинки, я бы промолчал бы, но они говорят, мы третье поколение, он увидел Бентли, сидят, говорят, ох, так, ну там, Роллс-Ройс это такой-то модель, все знают, значит, ну, молодежи, такой объем, сколько стоит, все цену знают. Я на них стою, удивляюсь, говорю, а что, говорю, что в Москве будет машина? Нет, говорят, у нас есть такие, если такая машина идет, за ним два джипа сопровождения, говорит, идет. А здесь я говорю, ну, а сейчас я говорю, догоню, там какой-то пацан лет 25 сидит, говорю, а, говорит, его никто не трогает, а кто его должен был трогать? Ну, у вас, да, здесь спокойно, вот я тоже думала, будет это как-то опасно, наоборот, здесь очень спокойно. Просто здесь вот с Россией очень много приезжают, ну, провокаторов ваших много, путинских. Они приходят, вот, наши же даже здесь, которые вот ребята начали себя ставить там, учить из себя, что они самые умными были, там, типа, здесь гноили их. Всех поймали же. Всех поймали, ребята поехали, обычные патриоты. Приезжали, они признались, мы были в Москве, у нас, ну, их комитет, нам пошляли, ну, как бы разведчики, вранчики. Ты там, так, авокацию ищите, такой, такой. Они вот по видео же признаются. Даже стоят за матерями, вот такие, русские здоровые пацаны, вот, в Кустаная, Павлодаре у нас, за родителями. Пацаны казахи приходят, говорят, ты выйди, говорит, мать говорит, я же тебе учился, мы здесь, нас никто не принимал, они нас приняли, выйди поговори. Он за мамой, вот так, по видео, прямо, это показывает. Потом, говорят, это все как было, они все рассказывают, как из, нас наняли, короче, нам пошляют там, и жмись, вот еще провокацию искать. У нас вот эта, тоже, телеведущая, радиоведущая была, тоже начала из себя. Мы дядю Володю позовем, типа, прямо по телевидению, она выступала. Она, она тоже в Россию смоталась, а сейчас просится обратно, извинения, просится обратно, хочется сюда. В России поехала, в Москве пожила там. Сколько? Год, два года? Полтора года пожила, видит, что там, о, чашка. Теперь обратно, здесь резвянки, говорят, вот так. Ну, короче, не поймешь людей. Провокаторов много. Мы так, воздерживаемся от всех этих, осуждений, обсуждений. Или, международно, русский язык, или, иногда, я приходил, я спрошу, вы там преподаете, я говорю, русский язык, если честно сказать, русский язык, это у нас. Вся интеллигенция, которая, крепостное право, ваших выгнали, при Екатерине II, да, крепостное право, когда было, вся русская нормальная интеллигенция, все переехала, это туркестанский, по истории, туркестанский легион был. Здесь. Ну, мы такой истории не знаем, к сожалению. На лошадях, ну, на коровах они, оказывается, на бричках, вот так. Ну, так даже не было транспорта, как сейчас. Они так приехали. Это мой еще дед говорил. Да, переселяться всегда были, и будут. Да, и всю интеллигенцию, это в любой стране, и до сих пор, начинает интеллигенция, о своей стране, говорит, их сразу потихоньку. Ну, всю Россию взять. Извините, я сюда, я не смогу заехать, вы пройдетесь, ребят, там сейчас машины понаставлены, вам же за этот дом, правильно? Да. Вот, вот, за этим домом, вот здесь, там просто машина переставлена, сейчас я не валюю. Это свободно, наверное. Ой, здесь никогда, свободно не бывает. У нас просто сумки тяжелые. Заедьте, пожалуйста. Видите, машина сейчас не развернутся там.